Итоги кастинга на Универ ТВ. Как победить стресс? Всем привет! В эфире Универ Ньюс, а в студии Амир Ахтямов. Казанский университет продолжает образовательную экспансию. 10 октября состоялось торжественное открытие филиала в городе Джизак, Республика Узбекистан. Более подробно о длинном пути к открытию филиала в соседней стране расскажем в одном из следующих выпусков. В Джизаке мы открываем филиал Казанского федерального университета. Это первый официальный зарубежный филиал Казанского университета. Телевидение – это многогранная структура, где его бренд формируют телеведущие. Именно этот человек является лицом телеканала и непосредственно общается со зрителем. Найти хорошего ведущего – трудная задача для каждого телеканала. О том, как с этим справилась новостная служба телеканала Универ ТВ, смотрите далее. Ежегодный телеканал Универ ТВ ищет в своей ряды новые лица. 10 октября в 12.00 началось, пожалуй, самое долгожданное испытание для многих ребят – кастинг на роль ведущего новостей. Совсем не важно, на кого учится студент, но журналиста, математика или геолога – ведущим может стать каждый. Попробовать себя пришли ребята разных возрастов – факультетов, институтов Казанского федерального университета. Каждый из них по-своему талантлив и уникален, но их объединяет одно – желание занять место ведущего новостей. На самом деле, наверное, основной сложностью было волнение ребят, потому что, ну, процентов 80, они такие лапочки, на них смотришь, они прямо начинают трястись. Их что-то спрашиваешь, они такие неуверенные в себе, типа, а, ну, извините. Вот это вот, основная проблема – это волнение. То есть ребята, понятное дело, первый раз видят текст, первый раз видят камеру, там куча людей, да, зеленка, свет тебе в глаза лупит. Но все-таки как-то надо учиться с этим справляться. В этом году кастинг проходил в упрощенном формате. В порядке очереди ребята заходили в малую студию, где их ждал руководитель новостной службы Александр Фирсов. Здесь и сейчас они должны были показать, на что способны, рассказать о себе в течение 30 секунд и прочитать текст суфлера. Его подготовила команда Универ Ньюс специально для будущих коллег. Ключевая особенность стала то, что впервые в этом году мы совместили как бы два этапа в один. И, с одной стороны, это был большой плюс, с другой стороны, это был и минус. Минус объясню, что я имею в виду. То есть, под плюсом мы вроде как всех за один день прогнали и все, плюс-минус понимаем, да, что не надо ребятам, ну, кому вот откровенно нет, да, ему не надо уже приходить на суфлер. А минус, наверное, в том, что мы что-то так подустали, потому что на одного человека в среднем, ну, говорил я, что 5-7 минут идет. Нет, ушло минут 12. И несколько часов мы прям такие, не выходя из студии, это было достаточно сложно. Многие пришли на кастинг, имея за плечами большой опыт ведения телепрограмм или мероприятий. Несмотря на небольшое волнение, в их глазах читалось желание попробовать что-то новое, не стоять на месте и, самое главное, не бояться совершать ошибки. Я просто хочу попробовать себя, каково это быть телеведущим, читать суфлера, потому что, в принципе, хочу связать профессию свою в будущем с этим. Вот, и мне кажется, это было бы неплохим таким началом, неплохой ступенькой для дальнейшей какой-то реализации. Вот, в целом, пока не могу ничего сказать про кастинг. Очень много народу, вот, если много народу, значит, значит, это стоит того. Честно говоря, я не рассчитываю на то, что я прошла, потому что я пару раз запиналась, очень сильно волновалась. Ну, это у меня свойственно, я так и знала, что это пройдет. Но, опять же, я пришла для чего? Чтобы получить опыт, чтобы познакомиться с новыми людьми, вообще узнать, как проходит вся эта концепция выпуска, как ведутся эфиры, как выглядит вся эта студия. Вот, мне было очень интересно. Напомним, что Универ ТВ – первый в России круглосуточный университетский студенческий телеканал. Транслирует свои программы формата Full HD в эфир на цифровом пакете города Казани, в кабельных сетях по республике Татарстан, а также через IPTV-приставки по всей России и в интернете. Телеканал Универ ТВ является базой практики студентов высшей школы журналистики и медиакоммуникации КФУ. Это медиаресурс, где будущие телевизионщики могут размещать свои наиболее качественные программы. У меня был опыт в сфере телевизионного конкурса. Также я участник открытого телевизионного фестиваля детского творчества «Молодежный фестиваль созвездия Елдозла». Участвовал в научных и практических конференциях «Шаги в науку». Я безумно надеюсь на то, что пройду, так как я всегда мечтала стать телеведущей. Отучилась вообще на юриспруденции, сейчас поступила в магистратуру журналистики. Было очень волнительно довольно-таки, но я думаю, в принципе, я справилась. Это как-то даже автоматически получилось, как будто бы язык говорит, мозг как-то отстает, а язык быстрее опережает. И было волнительно, но я очень постаралась, я постаралась выложиться. Итоги кастинга будут известны 30 октября и опубликованы в группе ВКонтакте. У всех, кто его пройдет, будет уникальная возможность проводить эфиры выпусков новостей. Это большой шанс для людей, которые хотят начать свою карьеру в области телевидения. Алина Красильникова, Тимур Табаров, Универньюз. Показатели тревожности среди граждан Российской Федерации составили 70%, сообщает фонд «Общественное мнение». О том, что способствует развитию тревожности и как с ней справляться, смотрите далее. Предпочитаю не читать новости, но иногда все же нужно быть в курсе дела. И если слишком сильно переволнусь, то помогают в основном практики дыхания или всякие травяные чины. Еще в середине сентября шкала тревожности оставалась на отметке в 35%. Однако сейчас всего 26% граждан смогло сохранить спокойное состояние. Как сообщают исследователи фонда «Общественное мнение», на фоне экономических трудностей уровень страха среди граждан Российской Федерации растет. Социологи посчитали, что большинство сталкиваются с тревожным состоянием в связи с плохим материальным положением. Если все будет оставаться, я имею ввиду внешний экономический и политический фон, если будет оставаться неизменным, то российская экономика будет продолжать постепенно приспосабливаться к существующему режиму функционирования. Будут потихоньку восстанавливаться или запускаться новые производства. Будет постепенно снижаться уровень инфляции, что происходит уже в течение нескольких месяцев. В общем и целом можно сказать, что обстановка будет, скажем так, не ухудшаться. Также большое эмоциональное давление на россиян оказывает сложная сложившаяся политическая ситуация, причем как внутренняя, так и внешняя. В настоящее время против России, против российской политики сложилась достаточно недружественная политика стран Запада. И в этой связи, конечно, те напряжения, которые сегодня испытывает наше государство, они сказываются и на обществе. И поэтому в этой связи можно говорить о том, что те угрозы, которыми Запад сегодня пугает Россию, их нужно воспринимать именно в контексте общей международной политической обстановки. Как оказалось, с возрастом россияне нервничают реже. Самыми эмоционально стабильными сейчас остаются граждане старше 60 лет. Специалисты советуют придерживаться простых правил. Во-первых, нужно понять, насколько эта тревожность требует помощи специалиста. Если эта тревожность такая временная, ситуационная, психологическая и не связана с какими-то расстройствами, то бороться не надо. Она уйдет, взойдет солнце, все будет хорошо. Выспитесь, все исчезнет. Если же у вас беспричинная тревожность, беспричинные такие состояния, и трудно даже объяснить, почему они. Вот тут нужно уже, конечно же, обращаться к специалисту, потому что это, возможно, невротические расстройства. На вопрос, как студенты справляются с приступами тревожностью, все отвечали по-разному. Предпочитаю вообще не обращать внимания на тревожность и продолжать жить так, как я живу. Пытаюсь заняться учебой. В свободное время почти у нас нету. Весь день забить. Да вот у нас и практика начинается. Ну, стараемся анализировать все, что вокруг нас в мире происходит. Но не углубляемся, потому что не знаем, что завтра будет. Ну, все надеются на лучшее. Смотрю фильмы тоже иногда. Ну, это так. Это редко бывает вообще. Ну, сами понимаете, учебу. Чтобы сохранить холодную голову и хорошее самочувствие в сложный период, необходима информационная гигиена, фильтрация потока входящей информации. Доверяйте лишь проверенным сайтам и не ведитесь на внешние манипуляции. Аделина Абдрахманова, Фаридзахи Туглы, Универньюс. В Елабужском институте Казанского федерального университета в пятый раз состоялась педагогическая школа «Старт». Подробнее в сюжете. В Елабужском институте КФУ в пятый раз состоялась педагогическая школа «Старт». Проект нацелен на профессиональную подготовку студентов 4-го курса педагогического направления, которым совсем скоро предстоит работать в школе. В рамках школы «Старт» студенты Елабужского института посещают лекции и мастер-классы от действующих учителей из разных школ Татарстана, которые делятся своим опытом и методическими рекомендациями. Меня пригласили выступить перед студентами 4-го курса. Я решил поделиться своим опытом, рассказал о своих наработках, о своих проектах, о своих удачных или неудачных кейсах, которые происходили в моей педагогической карьере. В этом году программа педагогической школы посвящена теме резилиентности школ и ориентирована на актуальные проблемы, связанные с повышением образовательных результатов учреждений, функционирующих в неблагоприятных условиях. Я в работе педагогической школы принимаю уже не первый год. И вы знаете, и каждый год я с интересом сюда приезжаю. Мне нравится тот диалог, который происходит между мной и студентами. Те знания и умения, которые мы приобрели на данных выступлениях, мероприятиях, мы уже можем всецело внедрять уже в нашу практику. Педагогическая школа «Старт» была впервые проведена в 2017 году по инициативе директора Елабожского института Елены Мерзон. С тех пор встречи будущих учителей с ведущими педагогами нашей республики стали традицией. В этом году мастер-классы и лекции для студентов провели более 30 учителей. Амир Ахтямов, Айдар Нурмиев, Универньюс. На заседании экспертного совета по развитию исторического образования при Минобранауке России Казанский федеральный университет выступил с инициативой об увеличении часов преподавания истории Отечества на непрофильных специальностях в вузах. Об этом сообщает официальный сайт КФУ. Инициатива первого проректора, проректора по научной деятельности Дмитрия Таюрского и отделения Российского исторического общества в Республике Татарстан была озвучена председателем правления Российского исторического общества Константином Могилевским на первом заседании экспертного совета по развитию исторического образования при Минобранауке России. На этом все. В студии был Амир Ахтямов. Сюжеты из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok